Всем огромнейший привет, друзья! Сижу, жду ветеринара. Хочу вам сообщить, вот то, что в названии написано, что мой бизнес накрылся медным тазом. Это правда. У нас в хозяйстве сразу минус две коровы. Слышите вот этот ор? Это телята орут, ждут зайку. А зайки нету. Благодаря организации хозяйства моего супруга, который многие любят, Николай Петрович, которого я сама просто обожаю, у нас вчера случилось в хозяйстве. Последний раз, когда мы с ним ездили за зерном, в общем, благодаря тому, что у нас в таком состоянии был забор, коровы уже где-то четвертый раз вылезают и сжирают вот этот мешок зерна. Последний раз, когда мы ездили, вот я им говорю, слышишь, говорю, надо, чтобы ты на свою пенсию покупал это зерно, тогда ты будешь его как-то закрывать. Кто не знает, я этим не занимаюсь. То есть, как вот заборы у нас стоят, как коровы ходят, где они привязаны, на каких местах, это не моя зона ответственности. Моя зона ответственности – это клиенты, переработка, доильный аппарат, как бы, чтобы в должном состоянии был и все такое, организация, короче. А вот эта организация – это не мое, одним словом. Одним словом, коровы у нас, судя по всему, вчера перешагнули и выломали прям кусок забора. Зайка была на веревке, за рога привязана. Зайка такая корова, она кормит у нас шесть телят, к ней все присасывались. Вот, и это же ночью все происходило. Мы толком не знаем, что это вообще было. И, можно сказать, последствия вот такие уже дальние я заметила только сегодня. Судя по всему, в общем, короче, она, видно, с другой коровы вышли, вылезли. И так как зайка была на веревке, наверное, когда они рвались к этой бочке с зерном, там был мешок зерна, который вот мы недавно купили. В общем, короче, я не знаю, как вот эту вторую корову, мы и не знали, что она что-то обожралась. В общем, выходим утром, он приходит, говорит, зайка, говорит, почти все. Я говорю, как все? Она около забора, она же привязанная, завалилась. И там железки у нас торчали. Короче, ей железка проткнула бок. Представляете? Нам пришлось ее зарезать вчера. Я вчера весь день, ну, мы вчера весь день возились с этим мясом. Температура 40 градусов. Вы представьте, ничего не готово. Мы же не собирались никого резать. Вот. Кое-как к вечеру, в общем, у меня половина мяса в сыроварне лежит, там кондер. Половина мяса в летней кухне. Уже поздно мы разделывали. Я притащила вот этот переносной кондер туда. Часть, в общем, мяса сложили в морозилке. А оно влажное, обсыхает плохо. Ну, что, кондер там 16 градусов, то есть мне его по-любому, оно не высохнет. Надо, чтобы меньше была температура. В общем, не знаю, что я сейчас буду делать. Оно еще влажноватое. Ничего с ним, конечно, не случилось. Мясо жирное, такое красивое. Я даже не ожидала, что корова, которая вот кормит столько телят, она прям жирная. У нее все внутренности. Не то, что там вот чуть-чуть, как свинья. Жирная корова, представляете? Ну, вообще, конечно. Ну, что, а сегодня, вернее, как вчера вечером по стулу говорит. Вот, говорит, у вас еще одна корова носик. Ложилась весь день. Ну, ложилась, ложилась. В общем, вот она сейчас, молока у нее нету. Она пришла со стада, ну, вроде так, ничего. Сейчас тоже так то ложится, то встанет. Ну, похоже, это вот она, наверное, с зайкой выходила. И, скорее всего, ее не раздуло ничего. Наверное, это она оторванулась вот этим зерном. Или фиг его знает. Короче, я не знаю. Я вызвала ветеринара. И вот сейчас сижу, пью кофе и вам рассказываю. Ну, естественно, я эту историю рассказала своим ютубовским подружкам, с кем общаюсь, у кого хозяйство такие большие. Одна из них мне сказала, Таня, говорит, не выноси вот эту фигню всю на ютуб. Ну, во-первых, тут твой супруг задействован, типа того. Соседи что скажут? Ну, знаете, дорогие соседи, они прекрасно знают, кто у нас занимается хозяйством. Понимаете как? А это никак не скроешь. Или мне с публичного пространства уходить? Потому что я вчера еще решила, слава богу, что я не купила вот это сено, которое нам привезли, не смогли разгрузить, опять же, благодаря тому, что... Слушайте, ну это опять не моя зона ответственности. Не смог трактор к нам заехать, потому что не было убрано там прошлогоднее сено. И, короче, наш сено уехал, естественно, я не платила ничего. Я, когда вчера вот эта ерунда с зайкой случилась, я, короче, ну... Ну, вот представьте, в каком я таком состоянии должна быть. Я сказала, в гробу я все видала, не надо мне ничего. Говорю, вот хочешь держать хозяйство, мы его поделим, держи, что хочешь, делай. Я свою часть хозяйства продам. Короче, ни сено, ничего знать вообще не хочу. Ну, это я вот это решила еще вчера. И тут утром вот такая история. Ну, то есть, понимаете, еще в чем дело-то? Раз зайка не кормит телят, соответственно, они еще маленькие, их никак с молока не снимешь. Часть молока надо было отдавать от надойного как бы в бак, ну, для того, чтобы подкармливать их. Так они вчера сами нашли себе вторую корову, которую раньше не сосали. Раз зайки нет, они присосались к другой корове, ну, я так думаю. Потому что сегодня у него молока не было. Понимаете как? Ну, я доить не ходила, это он сказал. Надо еще посмотреть, была она обсосна или нет. Короче, у меня теперь нет молока для клиентов. А еще одна корова вот лежит, которую я ветеринара вызвала. И, в общем, получилось так, что у меня утром 4 литра молока. Друзья, вместо 35 литров молока 4. И, короче, вот этот мой налаженный бизнес по развозу молока, по клиентам, накрывается медным тазом. Я же вам рассказывала, что, ну, где-то это 40 тысяч в месяц дает. Ну, грязными, конечно, ну, пускай 30 точно дает. Как бы не особо много, но без рыбий и рак рыба. И вот этот бизнес накрылся медным тазиком. Вот прям буквально сейчас. Потому что даже если эта корова встанет, вот, которую ветеринара вызвали, она уже не будет доиться. Она уже не даст того молока, которое давала. Она вчера ничего не давала, сейчас у нее выем пустое. Ну, в общем, даже если она выздоровеет, это до следующего отела. Она не наберет больше молока. Ну, кто держит хозяйство, короче говоря, знает. Ну, теперь как сказать о моих этих, о моих впечатлениях. Я хожу офигевшая, честно. Я вчера как бы так прифигела нормально. Но сегодня с утра я вообще, это не то, что офигевшая. Это надо прям вот уже по-русски выражаться. Я хожу вот такая вот. Потому что, ну, потому что мой бизнес накрылся, да. Мне надо думать, чем заниматься опять. С другой стороны, это хорошо. С другой стороны, это хорошо. Я хоть, блин, думать буду в другом направлении. Думать и делать что-то в другом направлении. Потому что молоко, нет, это, конечно, это не то. Тем более вот с такими нервами, которые оно нам дается. Такие вот дела. Если у меня не будет этого молока и переработки, у меня будут силы на что-то другое. На тот же самый огород. В порядок привести на съемки. Хоть сейчас это как бы и не особо котируется. Вы прекрасно знаете, что у нас с ютубом делается. Но, тем не менее, тем не менее, тем не менее. На пух. Понимаете как? Такие дела. Как говорится, человек предполагает, а Господь располагает. Не зря это все, не зря это все было затеяно. Вот это авария, пока мы ездили в город с заказами. То, что сено не сгрузили. Я представляю, если бы я сейчас купила это сено. А прибыли от хозяйства нет. Не, ну телят, конечно, вырастут. Если к молоку присосутся. Более-менее. Но это опять же, понимаете как? Это будет под зиму. Ну да, сдадим мы их. То есть, не, мы не пропадем. Но как будто этого ежедневного дохода я лишилась. И он лишился. Пускай он свою пенсию покупает. Сено. Пастуху платит. Вот такие вот дела. Потому что лучше всего, конечно, знаете, доходит, когда человек наказываешь рублем. Но так как на моей шее висит содержание дочки, студентки, как бы все остальное, обо всем этом должна задуматься я. Ну так, всем привет, всем землякам. Большой привет, большой поклон. Вот такие вот дела у нас. Пока-пока. Пока. 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 Продолжение следует...